Вы желаете поговорить на духовная тема о Боге, о спасении души по Евангелию? Вы знаете, я по рождению мусульманин. Ну и что же? Мусульманин тоже умрет и на суд Божий придет. Согласен с вами, интересно. Ну расскажите, я с удовольствием вас послушаю. У нас очень хорошее отношение с мусульманами, у нас были миссионерские поездки, и мы в Баку ночевали у мулы в доме. Ходили в мечеть вместе. Так уже сложилось традиционно. У меня дедушка с мусульманами всю жизнь, они к нему заезжали через деревню-то. А потом он как-то поехал там, они его с телеги стащили, на руках по всему аулу протащили. Это тот, который нас принимал. Но они-то кто? Там казахи. А вы откуда родом? Барнаул, Алтайский край. Алтайский край? Да. Мы свидетельствуем о Христе, о спасении его. Кто желает, послушает. Наши родители жили до этого сейчас в Киргизии, поэтому нам мусульманство хорошо известно. Тем более я за слово Божие отбывал в лагере в Жанатасе, Жамбульской области. Там одни казахи были. В смысле, вас преследовали как-то по закону? Да. Последний раз меня судили в 86-м году уже. Я насчитал 50 книг религиозных, Библию, Святую, Златоуса, Жития святых. А потом еще брал интервью репрессированных. Я распространил первый в стране архипелаг ГУЛАГ. Ну, меня они сохранили за решеткой. А архипелаг ГУЛАГ вы распространяли, да? Да, я первый в стране распространил его. Насчитал на пленку, на катушку. А у тебя пленку вы имеете? Да. Тогда были катушечные такие. 375 метров, 8 часов 20 минут. Вы знаете, если честно, я вот не в восторге от архипелага ГУЛАГ. Для меня больше впечатлений, конечно, произвел этот Варламов. Гораздо интереснее. Я того и другого знаю. Но скажу, что Солженицу равных здесь нет. Я прошел этот ГУЛАГ по трубам, и скажу, это как раз то. Это сильно помогло мне. Войдя в тюрьму, скажи, я пришел умереть. И сдохла собака. Они со мной уже ничего не сделают. По этой инструкции. И как он говорит, когда его вербовали... Ну ты же советский человек. Он говорит, да, но я уверовал во Христа. Я, говорит, первый раз за Христа спрятался. Он покрутился, покрутился, вербовщик-то. И ничего не мог сделать, там, капитан МБД. А я верующий. Мне нельзя это предавать. Мне нельзя пакости делать. Нельзя наушником быть. И все. Они ничего не могут сделать. Зачем? Ради временных каких-то добрых условий я потеряю. Тогда я могу сказать следующее. Раз он спрятался за Христа, он либо, получается, не уверовал, а просто воспользовался этим. Вот так же можно понять. Может так понять. Неизвестно, уверовал он или нет. Ну, судя по тому, что дальше он говорил и как писал, верующий был. Он в храме стоит, молится. И дома у него маленькая-маленькая комната показана была. Наталья Дмитриевна там, ребятишки оба. Ну, может быть. Я говорю, я с творчеством сложнее, но очень мало знаком. Там вот я начал читать, мне не все понравилось. И я... Ну, вот вопрос задают, а я проповедник. Мне пришлось много ездить. У меня 38 томов вышло из печати. Я решил во всей библиотеке мира подарить. И мы от Владивостока до Лиссабона прошли. 650 городов. В Скандинавию, Прибалтику прошли. Я везде дарил книги. Книги эти дарил. И везде выступать приходилось. И мусульмане там, и французы, и кого только не было. Я знаю, что со Христом везде дорога. Дверь открыта. Согласен. Согласен. Все, кто верует, искренне. Мы шесть мусульманских республик прошли. И Турцию. Я его, мусульман, просто знаю. Вот мы были в Дагестане. Ну, и там библиотекарь, мужчина. А мы когда поднимались, она как бы на первом этаже, а там полуподвальная. А тут написано стрелкой комнаты намаза. Я говорю, а там можно зайти и помолиться? Вот сразу трубочку, и там дверь открыли. Мы разулись, зашли, там помолились. По-своему, как мы знаем. Мучени наш просчитали. Попросили мира Дагестану. Помолились. И закрыли, и все. Ушли. А тут у нас узнали, что мы приехали. Нас они в магазин затащили. Там две женщины. Они нам и сыруют, еще только нет. Мы говорим, не надо заплатить, деньги не берут. Вы к нам приехали, такое даете. Вот помидоры взял. Они помидоры еще только не дали. Вот и мусульмане. Где мусульмане? И мы молимся. А мы молимся. Нас никто не тронет. Они это очень любят. Я согласен. Тут очень все так переплетено, мне кажется. Да, но мы свидетельствуем о Христе. Я говорю, у вас в Коране написано, Иса, а я Коран полностью прошел. То есть у меня том один, 750 страниц, я посвятил Коран. Все суры и аяты разбираю с исторической стороны и сравнение с Библией. Там ни нападок, ничего нету, просто сравнение до буквы. Все понял, да. Извините, пожалуйста, я вынужден отвлечься. Всего хорошего, с Богом. Хочу вас оскорбить. Всего доброго, до свидания. До свидания. Свидетели, мы не будем говорить. Мы о Боге говорим, как душу спасти. Если кто взрослый есть, пригласи. Тогда мы поговорим, расскажем. А вам сколько? А вам сколько? Мне 80 будет, 10 июня. Много. Много? А вам? Вот и какой. А вам? Дома кто-то есть, нет взрослых? А вам? Ну и пригласи их, тогда я буду говорить. Расскажу, что мы оставим. Свои ресурсы, куда можно зайти, вам будет. У нас очень богатый YouTube, сайт, форум. Ну, как же ютуберы, блядь. Повтори еще раз. Вы ютуберы? А, ну, как же ютуберы вы? Извиняюсь, я вас не слышал. Ох, что-то слышно. Вы далеко от микрофона, наверное? Я, да. Что-то не слышно. Я, да. Далеко. У нас Евангелие, мы проповедуем о Христе распятом. Что если человек не уверует, то после смерти он в аду будет гореть. И поэтому Господь призывает сегодня покаяться. Он взял грехи мира на себя. Чтобы мы в это поверили. И он ради жертвы своей прощает человеку все грехи. Чтобы жили в обновленной жизни, в Духе Святом. Тогда жизнь имеет глубочайший смысл. Каждый день и каждый час. Тут торчать ты уже не будешь зря. Вы читали когда-нибудь Евангелие, Библию? Не, не. Никогда не считали. А у вас там православная церковь есть? Я говорю, я не верующий. Он говорит, я не верующий. Ну, на что, что не верующий? А раз не считал, ты и не верующий. А когда прочитаешь, будешь верующий. Там же все написано, все сбывается. О красоте Божьего творения. Я боюсь, Мои уже не спасешь. Все? Еще раз повторите. Я боюсь, Мои уже не спасешь. Ну, Господь говорит, лишь бы расположен был. Он грехи мира взял на себя Иисус. Чтобы мы поверили, Он нас прощает. Чтобы жили в другой жизни. Чисто, свято. А вы не православный? Мусульманин, наверное, да? Нет, я русский крещеный. Русский крещеный. Ну, тем более. А у вас Библия дома есть? Маленькая где-то. Ну, да. А вы сейчас можете не курить, пока разговариваем? Да, пушу. У нас принято так, чтобы не курили. Вот. Господь освобождает человека от греха, когда человеку верует. Курить уже не будет. Курит 12 лет, у него жизнь оторвана, и рак легких каждый день стучится сюда. Зачем это надо? Просто помолись. Я пытаюсь бросить не уходить. Но, значит, от своей силы. Ты скажи, я не могу своей силы. А ты просто скажи, Господи, помоги мне. И вы увидите, как это все возможное станет. Совершенно невозможное. И сделает Господь. Вот мы строим с нуля православную деревню. Одна на всю Россию. 21 тысяча заброшенных сел, и никому не надо. Мы получили статус. Сейчас строим. Храм построили. Дальше школу. Все своими руками. И государство. Вот я начальник детского лагеря. Детского, православного. Один был в России. Тысячи детей подняли. Государство ни рубля не дало. И мы приучаем в бедности жить красиво и интересно. Никогда не роптать, никого не ругать. Вот правители, там, Путин, это их дело. Они за это ответят сами. Библия говорит, с начальствующим будет строгое взыскание. Вот все бы начинали. Мы сейчас, ну, каждый по силе своей трудиться, объединялись. И не было бы этих митингов, там, разные Навальные, Маньдайну устраивают. Надо работать. Жизнь такая коротенькая. Мне непонятно только... Жизнь короткая, я знаю. Я хотел спросить, а вот здесь, почему так много мусульман на этом? Встречаемся здесь. Если честно, я сюда, наверное, раз в третий захожу. Так, ради интереса, чем здесь люди занимаются. Так, понимаете, здесь никакого развития у людей, ничего нет. Я, допустим, свидетельствую, я называю книги, там, то, другое интересно. А у вас выход в интернете есть? В YouTube? Есть, конечно. Вот вы зайдите на наш ресурс YouTube, и там «Открытым оком во свете Библии» называется. «Открытым оком». Глазом. «Открытым оком». Сейчас, секунду. Да, да. «Открытым оком». «Во свете Библии». Ну и можете под сайтом Игнатия Лапкина, это я. Вот в таком названии, если вы зарядите сайт, выйдет сайт. Вот у нас YouTube большой очень. Наш канал. 13 700 роликов наших. 13 тысяч. «Во свете Библии»? Да, «Во свете Библии». «Открытым оком во свете Библии». А на сайте вы там и книги мои найдете, и ответы, которые я давал в университетах, там по радиопрограммам, когда вел. На 4124 вопроса отвечаю. 55 папок. Там и православие, католицизм, старообрящество, политика. Ну, 55 названий. А в нем там вопросы. В любой вопрос ткнешь, ответ пойдет. Ответы даются по четырем параметрам. Что говорится в Библии, полной Библии, 77 книг. Что говорят святые отцы на этот вопрос? Что книга правил говорит? И что жития святых? Я в университетах пяти вел занятия. Это, ну, широкое поприще было. Людям рассказать о Христе, как люди обращаются. Вот я в тюрьме был не один раз за Слово Божие. А потом 18 лет сотрудничал. Выступал у них там. И люди каялись. Новая жизнь начинается. У человека будущее только тогда, когда он искуплен от этого мира. И тогда здесь у тебя все будет по-другому. Вот вы зайдете на наш канал, я говорю, а потом, если пожелаете, запишите не канал, а сайт. И на сайте найдете. А дальше, если форум напишете, на форум зайдете. 1600 тем. А в моем мире, мою фамилию, Игнатий Лапкин. Там 22 тысячи только фотографии. У нас очень богатые ресурсы. И если вы пожелаете потом встретиться, можете через скайп зайти. Но только, чтобы никаких аватаров, ников не было. Прям вот как сидите вы, чтобы лицо свое было. Но у меня скайпа нет. А, это пустяк зайти. Какие там деньги-то? Ну, чтобы глазок был. Я понял, скачать нужно. У вас вопросы какие-нибудь есть? Духовного плана? Нет. Так, то есть вы фактически сейчас можете меня найти, если пожелаете. Ну да. Скажете, что мы встречались там-то, там-то, вот в этой шпаргалке, где это называют там. Как это? Сейчас это рулетка. Рулетка-то. Ну, с Богом-то. Хорошо. Храни вас Господь. До свидания. Спасибо вас тоже. Досвободится Господь от этого курева. Уста курящего, демонская кодильница, Иоанн Кронштадтский сказал. Берегите себя. Спасибо. Аллилуйя. С Богом. Мы свидетельствуем. Я не верующий, к сожалению. Ну, вот мы можем сказать, что веру можете получить. Вы просто помолитесь и скажите, Господи, помоги мне. Дай мне веру твою святую. Поверите, что в Евангелии написано. Как Христос умер за нас. Как он придет этот мир судить. Человек неверующий в аду будет гореть. Я физик, я не верю в Бога. А физик наоборот даже верит. А там каких физиках, какие ученые-то были-то и все верующие. Не знаю ни одного верующего физика. Ну, вы... Давайте не в чистой физике. Вы к физике как-то Ньютона можете отнести? Чего? Исаака Ньютона. Можем отнести к физикам? Ну, косвенно, да. Да. Да не косвенно. Сколько стоит там падение и прочее. А Ломоносова можем отнести к физикам и химикам? Михаил Васильевич. Ну, тут неоднозначно. Ну, да. Скорее всего, да. Так, когда Исаака попросил прочитать из книги, я говорю, из какой книги? Это одна книга есть Библия. Вы еще этого не знаете? Когда он беседовал со своим товарищем, Венгер один, он говорит, я согласен. Движение космическое-то светило как... Ну, торможение-то все равно там какое-то есть. Он говорит, время от времени, Исаак Ньютон говорит, пружину великий часовщик подводит, то есть Бог. И тогда идет все ровно. Вот ответ. А мы неверующие... Нет, меня не переубедить, к сожалению, уже. Да это грех мешает только. Написано, делающий правду идет к свету, чтобы явно были дела. А делающий зло и не идет. А Христос говорит, я есть свет, истина, жизнь, мир. Верующий-то человек, он имеет будущее, а у неверующего ничего нет. У лопух на могиле. И мука вечная. Не, не надо меня вербовать, пожалуйста. Нет, мы должны сказать, что вербовать. Это мы далеко, вы к нам не подойдете. Мы друг друга не знаем. Чего же не поделиться таким сокровищем. Мне напоминает Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской премии. Сидит, Евангелие считает. Матрос сел рядом. Папаша, а что вы считаете? Он говорит, Евангелие. Он говорит, эх, темнота. Вот у нас-то такая темнота идет. Ничего не знают. Американские астронавты, которые были в космосе, все до одного верующие. Ирвинг. Первый раз полетели там на Луну. На Эл Армстронг. Все верующие. Но они не православные там, протестанты. Да, конечно, в чем меньше нашего знают. Я как-то считал, во время еще в армии служил советские, говорят, вот мы поехали, говорит, ну, в Дрязанской галерее, там, показать картину. Люди ходят. Мы, говорит, ничего не понимаем. Больше 90% на религиозной темы. Почему их ученым, космонавтам, мне-то не мешает, а нам мешает это знать. Хотя бы знать. Вот раньше было Исаакиевский собор в Ленинграде. Ну, я подошел, а она показывает, и написано, ворота вверх поднимите, и войдет Царь Славы. А я спрашиваю, что это за надпись над центральными вратами там внутри храма? Ну, это во время Пасхи, священник одет и так красочно. И поэтому, я говорю, нет, это не так. А как? Я говорю, когда Христос умер за грехи людей и воскрес дали, а Христос никому не кланяется, Бог, то, входя в небесные врата, врата поднимается вершина. То есть, это перекладина вверху-то, ухосяка. Она говорит, тогда рассказывайте. Я стал говорить, а там было примерно шесть групп. Уже минут через двадцать полный храм был, зайти невозможно. Это же собор Василия Блаженного, в Третьяковской галерее проповел. Люди не знают, но когда слышат, все по-другому меняется. Нет, отец, все равно я не верю в то, что никто не доказал до сих пор. А что доказывают? Посмотрите, космическое пространство, звезды, как текут, как все. Мы сами устроены чудно. Самое сложное, что есть на Земле, это человеческий организм. Я не верю. А семьсот тысяч колбочек кто дал? А два миллиарда клеток кто нам заложил? Эволюция. Человек с чего начинается? Там тысячная доля капельки одной. А там уже характер дедушки, походка бабушки. Наклонность к музыке, к математике, к физике от родителей. Кто это заложил? Природа, природа мертвая. Она ничего не может дать. А если не верующие... Знаете, в брате Карамазовых там написано, если в Бога не верят, все позволено. Солженицыну присваивали Нобелевскую премию. И когда спросили, ну, там, от Архипелага ГУЛАГ, он говорит, все это безобразие, все репрессии из одного. Я, говорит, в детстве слышал, люди забыли Бога, отсюда все. Класс за классом стали истреблять. От Сталина Гитлера рождаются на неверии. А когда верующий правитель, у него все по-другому. Ну, как по-другому? А по-другому? Гитлер не мог понять Сталин, он понимал Гитлер. Гитлер, но не мог понять у Рузвельта, как он мог руководить народом без этих репрессий. А он молился. И Господь ему указывал, как делать. Мы же не скажем, что у него там был фашистский режим у Рузвельта. И Гитлер это понять не мог никак. Он понимал только гестапо, давить, уничтожать. А мы скажем, любовь. Вот там, я когда проповедовал в дороге, говорят, да вы что, не видите, евреи все захватили в стране, эти щубайсы перечисляют, познеры. Я знаю. Да к чему не боретесь-то? Я говорю, мы боремся. А как? Оружие одно должно быть, любовь. Я ему должен показать делом, что со Христом лучше, чем без Христа. Мусульман. Меня не переубедить. Все равно вы услышали, знаете, я живой человек. Я прошел это все и скажу, без Бога жизни нет. На моих глазах убивали людей. Я в таком лагере отбывал за слово Божие. А ко мне ни один не прикоснулся. А почему? Я шел по статье КГБ, МГБ, Московского КГБ. И они там сделали подпись какую, чтобы меня не трогали. А я там молился, продолжал. И там люди каялись, обращались. Наркоманы совершенно не верующие. У меня следователь уверовал. Принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Почему? Свет любви Божией привлекает людей. Жизнь такая коротенькая. Даже вот Валант, когда беседует с Берлезом, то говорит, ну, там Аннушка пролила масло. Смерть внезапная. А верующий к этому готов. Ну и что? Я вот не интересовался как-то, отец, вот что ты думаешь, что будет после смерти? После смерти будет 40 дней мытарства. 40 дней. А потом душа предстает перед Богом. Притом сказать, что это ничего там нету. Есть такой фильм «Сбежавший из ада». Она это опыт делает. Она не имеет дела, одна женщина с этими, с врачами. Совершенно отдельно с другого корпуса. И крыши плоские. Она залазила и там из разных букв делала. И она написала там «Утки, вы не гордитесь, возвращайтесь весною обратно». Никто не знает. А другая, которая там была, она в клинической смерти-то, ее спрашивает «Вы что-то видели? Что-то вы там говорили?» Она говорит «Я видела». Я, говорит, оказалась выше больницы. Говорит, и там написано «Дикие утки, не гордитесь, весною возвращайтесь». А врачи говорят «Такого на крыше никогда не бывает». Они не знали, что специальный человек эксперименты ставит. Откуда она увидела, когда она лежала мертвая? Это душа вышла, душа. И душа это видит. А есть доказательства этому происшествию? Какие-то объединения логичные? А как же этот, как его называют? Муди-младший. Вот он всех клинической смерти расследовал. Две тысячи человек. Две тысячи. Во время войны. Они говорят «А с чего вы начали?» Да я, говорит, был. У меня в морг вытащили. У нас в Барнауле, я из Барнаула. Одна, Клавдия Устюжанина, умерла. Профессор еврей Нермарк делал. Ей справку выдали, все, забрать ее. Умерла. А у Ирак все там опутал. А она осталась живая. Заметили, она глазом шевелит. Дальше ее отогрели. И она вернулась. Еще она не знаю, сколько лет жила. Сын у нее Андрюша Устюжанин. Он священником стал. Я с ней не раз встречался. Это нельзя опровергать. У человека душа. И она идет. Будущее за гробом. Когда Христос придет, Лермонтов писал. Вы же знаете. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья. Он ждет. Он недоступен звону златые мысли и дела он знает наперед. Вот. Тогда, тогда там напрасно вы прибегнете к злословию. Лермонтов Михаил Васильевич, он знал это. Пушкин просил прощения у царя и кого обидел. У него там 26 дуэлей было в жизни. А потом Евангелие со стола не сходило. Настольная книга, путешествие пилигрима Джона Буньяна. От нас все скрывали. А сейчас я в Краевую библиотеку прихожу и мне все это дают. Я-то тоже из книг знаю. Пушкин лично не встречал. Великий Бог Державин написал. И когда декабрист Кюхельбекер прочитал, он говорит, да полноте, Гаврил Абрамович, понимал ли он сам, что написал, Гаврил Романович? Сколько он в это вложил? Ода, Бог! И все, все это неверующее. Все картины, галереи, там, я уже не знаю, как он называется, Ушаков, канонизированная, Суворов, без молитвы никогда не вставал. Это что, глупее нас были? Сегодня 2 миллиарда мусульман, 2 миллиарда с лишним христиан, не считая другое. Сегодня, я не знаю сколько, меньше 9% атеисты. А количество преступлений на них падает 90%. Почему? Все позволено. Судя даже... Нет, отец, я когда был верующим, я верил не в Иисуса Христа, а не в Бога, а у меня была другая религия. Потом я от нее отрекся, теперь я занимаюсь физикой. Но не поздно вернуться. Нет, я не понимаю ничего, что не поддается никаким объяснениям. Объяснять не надо, как этот... Валант говорит... А как иначе? Ну, почему я должен верить в то, что невозможно объяснить? А не надо объяснять. Почему я должен верить в того, кого я никогда не видел? Мы на практике узнаем. Я помолился, а вы, вот они мне и встретились. А я вас знать не знал. Вот я встал... Ну ты сейчас отец нас не знаешь. Вот утром встал я и говорю, жене, интересный сон, говорю, видел. А я в это время насчитывал архипелаг ГУЛАГ. Я говорю, мне нужен хороший чтец. Мученики 20 века. Я представляю, как я как режиссер, какой голос должен быть. Я говорю, видел, два мужчины к нам заходят, но над ними нависает скала. Один остается, а другой выскочил и ушел. Я рассказываю, в это время в дверь стучат. Заходят. Один оказался двоюродный племянник главного идеолога Советского Союза. Михаила Суслова. Яковлев Геннадий Михайлович. Это в будущем будет иеромонах Григорий, которому Кришнаид отрезал голову в Туре. Я его никогда не знал. В другой случае я рассказываю реально. Могу адреса дать. Я православный. А баптисты заехали и говорят, православные Библию не знают. Но, говорит, мы знаем одного человека, он, говорит, знает. И ко мне привезли людей. Один из них еврей. Чистопородный еврей. Наум Израилевич. Мы с ним побыли вместе. Я не знаю, часа два были или нет. Он принял православие. Сейчас священник. Священник. В Грузии. У патриарха Ильи Второго. Он ее не верил. Не верил, Бог открыл. Не верил. Не верю, это не заслуга никакая. Это грехом загроможденный путь к Богу. Я не верил. Но вчера не верил. А сегодня будешь верить. Бог может это сделать. Показать чудо какое-то. Или человек заболеет. И никому ты не нужен. А помолился, все вдруг наладилось. Почему, говорит, я молчу? А? Потому что старший разговаривает, а младший в этот момент должен умолчать. Хорошо понял вас. Да так есть. Это Бог так постановил. Вот мужчины, допустим, подчиняются женщине, называется подкаблучник. У него жизни никакой нет. А почему? Бритый. Это власть над женщиной. Побрились. А в доме две мамы, что ли? Живут садомиты. Зачем это? А у нас тут, если мы зайдем в храм, пророки все с бородами. Христос с бородой. Апостолы с бородами. Мы видим, какой Лев Толстой. Достоевский сидит. Мы просто видим. Фридрих Энгельс. Карл Маркс. У Ленина уже Бородко. У Сталина усы. А у Хрущевой на голове еще нет. И все по порядку идет. Что это? Развитие? Ну, а если я, допустим, вот смотрите, вы говорите, что побритый, это типа подкаблучник, да? Да, конечно. Ну, с ваших слов, да. Вот, допустим, вот я буквально вчера побрился, но я холост. Это что, значит, я тоже подкаблучник или что? Так, про топопа вакуума слышали такого? Нет, к сожалению. А вы знаете, это великий литератор. Это против Никона поднялся, его сожгли в трубе. И он говорил, борода бритая, борода бритая, это блудная ересь. Блудная ересь. А почему ты такой, да как тебе жена допускает? А что, бороду отрастили? Я говорю, а ты почему не отрастил это? Едем, кондуктор в вагоне. А я женщина. Правильно отметил, а я мужчина. А у вас видеокамера, да, я смотрю? Да, у нас все записывается. Видеокамера. Вы записываете нас что-нибудь? Обязательно записываем. Вы к нам зайдите на YouTube. Открытым оком во свете Библии запишите. А можно рекламу вас заказать? Вы у нас будете в гостях и себя сами увидите. Вы интересны? Можете ссылку скинуть на канал? Нет, сейчас никак нет. Просто наберите во свете Библии, может прямо сейчас набрать. Наберите во свете Библии. Открытым оком. YouTube. YouTube канал. Во свете Библии открытым оком. И вы меня увидите. Можно еще Игнатий Лапкин? А мы попадем в выпуск. Там Игнатий Лапкин напишите еще, это моя фамилия. У нас 13700 роликов. Можно сейчас я порекламирую себя или я не попаду в выпуск к вам? Он хочет себе рекламу дать. Ну так мы не за рекламой пришли, а людям помочь. А что вы хотели дать? Я хотел порекламировать свою группу. Ну да говорите, какая нам разница-то. Ну не больше полторы минуты. А вдруг я не попаду к вам в выпуск? Ну ладно, не буду. Ладно, хорошо, не буду. Нет, потому что, видишь, они просто рекламу запрещают. А тут как запрещать? Я беру. Тут-то никакой рекламы нету. А это будет показано. Я вам рассказываю не басню, а конкретно, что в жизни. Я в 23 года покаялся. В 23 года. Впервые Евангелие было. А в это время, говорят, ну больной там. Я здоровый, во флоте служил. Теперь вернулся на Балтике, работаю, учусь в высшем мореходном училище. И в это время я обратился к Богу. Господь на меня удочку забросил. А почему? У нас в семье у отца с матерью. Отец инвалид войны, такой руки не было. Десять детей, пять мальчиков, пять девочек. И мы в бедности большой жили. Очень-очень бедно. Но никогда мы не слышали, чтобы родители ругали власти или что-то. Никогда. Как-то весело было. И нас мать приучила видеть, там бабушки были беспризорные. И им что-то отнести, мать, пирожок спищет. Я любил бабушек. И вот я сошел на берег, мне в кино идти надо. Ну, как бы сказать, увольнительный, с корабля. Гляжу, бабушка несет сумки. Вот на этом меня Бог и поймал. Я говорю, у вас где-нибудь молятся? Она говорит, а вот здесь, рядом. А я был в Латвии в это время. Мне Бог дал знания, и в это время я на семи языках занимался. Это Бог сделал так. А я в деревенске, у нас в школе языка не было. А тут я добился разрешения три курса сдать за год по выбору комиссии английский, немецкий или французский. Я три с половиной года месяца прожил у них, я уже по-латышски разговаривал. А сколько вы языков знаете? Еще 50 лет назад не знаю ничего. Теперь, я говорю, я не понимаю, что он говорит. Как не понимаете? А вы по-латышски говорите. Я говорю, этих слов не знаю. Библейские слова. Я политически считаю, разговариваю. Это блаженный, нищий, духом. Он говорит, а вот через дверь, там русское собрание. Я зашел там. Я и по-русски не понимаю. Хотя всю жизнь учился. А Господь сделал так, что меня один пригласил, и дали Евангелие. И уже через пять минут, наверное, я был верующим. Когда я склонился на молитву, я встал и на себя смотрю. Это не я. Склонялся на молитву один, а теперь другой. Вот вы на наш... Когда зайдете в канал, и так... Он называется, это один ролик, 52 года в пути. 52 года в пути, Венсплс, Латвия. Вы увидите, как я возвратился туда через 52 года. Пришел туда, где обратился. И кто бы не слушал этот ролик, все плачут. Верующим быть это очень интересно. Счастливый человек. Он изнутри просветляется. 52 года в пути. Венсплс, Латвия. Так, ролик нашел. Нашли? Да. Потом посмотрите там. Вы будете плакать вместе со мной. Такие светлые, чистые переживания. Вот представьте, я 50 лет отдал, написал книги. 38 томов. И мы едем из Барнаула в Владивосток, возвращаемся, отправляем 4 тонны там где-то сначала в Ростовскую область, а потом в Калужскую. И оттуда загружаемся и уходим за границы. Турция, Греция, Франция, Испания, Португалия. 650 городов я везде дарю. Полный комплект 750 евро. А у меня минимальная пенсия. Сейчас в данный момент у меня 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Нам не давали работать. И мы все перенесли это. И я ни разу голодный не ложился спать. Понимаете, как с Богом-то. Все по-другому. А мне-то уже в июне будет 80 лет. Да кому я нужен? А сегодня у меня друзей тысячи. Каждый спрашивает, а в чем нуждаетесь? Я ни в чем не нуждаюсь. У меня все есть. Ну, как ты в чем-то нуждается? Даже вы, наверное. Каждый в чем-то нуждается. Ну, я-то не нуждаюсь. Перед вами, может, я первый человек, который ни в чем не нуждается. Во-первых, мои запросы... Я действительно никого не встречал, кто ни в чем не нуждается. Знаете, я вот скажу вам, вы только не посчитайте, что в ущерб. Я захожу, а там маленький сабантуй, рождение справляют. Кажется, пять генералов. Генералы. И они говорят, а мы сейчас только о вас разговаривали. Я говорю, а почему? Ну, один из них генерал-лейтенант, прокурор края, параскун, там, мэр города. Более счастливого человека мы, говорит, не встречали. Я говорю, а как вы определили? Да мы еще вас не знаем. Вы делаете то, что вам нравится, а я делаю то, что мне бег это не надо. Маленько погодя я в интернете нахожу Стручков Александр, шолоховед, и говорит, знаете, я встретил человека, более счастливого, наверное, не бывает. И меня тоже называют. Почему? Да так всем понятно. Вот я сейчас где нахожусь, вот, вам видно, тут небольшая комната. Я когда освободился, был реабилитирован. Стояние на 100 прим статья была. А раз реабилитирован, мне должны вернуть, что у меня изъяли. А по подсчетам оказалось, что они дожили мне 11 миллиардов. Те, недельминированные еще деньги-то. А у городской администрации денег нету. А не КГБ в стороне оказалось, а виновата городская администрация. Они через нее провели конфискованную фонотеку у меня. Тон-студию, там, магнитопонов больше 10. Что делать? Я только молюсь. Я ничего не могу сделать. 11 лет шел в суд. 11 лет они мурыжили. Но я говорил на суде, дайте мне одну справку с печатью. Мы, коммунистическая партия, партия людоедов, уничтожали свой народ 70 лет. И поставьте печать, я вам прощаю, ухожу. Они не дали. Интересный еще вопрос возник. Как Бог относится к этому? То, что у меня на него нет. А ну что, у вас крашены волосы? Да. Да не надо этого. У вас там все хорошо. И лицо правильно, и волосы хорошие. Не брейтесь только. И все. Ну что волосы? Ну покрасил, сойдет постепенно. Больше не трогай. Господь говорит, не можете сделать волос белым или черным. Не можете. То есть это выдумка. Вы не можете росту дать. А что же гордитесь, завтрашним днем хвалитесь. Ты не хвалишь завтрашним днем, не знаешь, что он родит. Инсульт или сердце остановилось, авария. Мы должны приготовиться к смерти. Ежедневно быть готовым. Да кому же ли так жить? Я когда вернулся, я ходил в сумочку, у меня белье там лежит, сухари. Я в церковь ходил на работу, все время у меня готовое с тобой. Меня арестовали на дороге, на работе, у меня все с тобой готово. И жили под таким напрягом. И что сделали? Вы зарядите фильм, называется «Причувствие». О нашей биографии. Он занял первое место на международном киноконкурсе. Второе. Златоуст из Потеряевки. Прямо моей личности. Первое место в России. А я ничего особенного не делал. Люди понимают, назвали искорка, возрождающаяся Россией. С Богом. Что бы ни было, везде Бог. Представь, я начальник, организатор детского лагеря. 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Это вообразить нельзя. А меня только гнобили и гнобили. И ничего не могли сделать. А у нас главный лозунг в лагере. Россия должна встать. И дети скандируют. Россия должна встать. Россия это мы. Вот новое поколение растет. Ладно, отец, мы уже спешим по этому. С Богом. А у нас с кем мы разговариваем, все спешат куда-то. Как попы. Все, некогда им. Главное душу спасти. У вас времени очень много свободного. Посвятите себя Богу. К сожалению, нет. Сейчас надо будет уходить. Господь ждет вас. А он дал тело нам. Жизнь дал. Кровотечение. Землю. Солнце. Все Божье. Бог создал это. Для радости человеку. С Богом оставайтесь. Думаю. Господь придет, всех повытряхнет. Я же пришел. От Бога никто не спрячется. А я и не прячусь. А мы вас нашли. Бог любит вас. И простирает руки свои, чтобы обнять вас. Ты сам-то православный? Да, мы православные христиане. Мы открыто веруем. У нас храмы открыты в Барнауле. Ни хрена себе куда занеслось. Что такое? Куда занесло-то? Он говорит. О, вы на наши ресурсы зайдите. Посмотрите, что у нас есть. Вы запишите. Вы чего прячетесь-то? Выйдите на свет Божий? Я курю. А, ну, бросьте пока. Потом докурите эту отраву-то. 12 лет жизни обрывает папироса. Рак легких будет. Зачем тебе это надо? Добрый человек. Добрый человек. Я смотрю, у тебя борода красивые. Вот что надо простить? Он говорит, у вас красивая борода, может меня тоже отрасти? Обязательно. А ты на мужчину будешь похож, а не на подкалблучника? Молодец. Хорошо сказал. Молодец. Хорошо сказал. Конечно, женщина должна быть в полном послушании. Но ты должен быть не как бесхвостый кобель, а чтобы она верила, как за скалой. Ты никогда ее не бросишь, не изменишь. Вот таким быть мужчиной. Ладно, удачи. Христос придет судить этот мир. Он умер за нас. Омыл кровью своею. И человек, верующий в Бога, верующий в Бога, он всегда счастливый. Для него смерти нет. Есть переход из одной жизни в вечную и другую. Рай. А для неверующих от огонь горит. И что, как горит? Все. И как горит, горит. Да, горит вечно. Это написано в 16 главе Евангелия от Луки. Богач в муках, в огне. Просил хотя бы перстом в воду прохолодить язык. Но уже там ничего этого не будет. Понятно. Вы в церковь-то ходите? Нет, у нас нет в церкви. А что так? Там далеко находится. Но все равно же можно выбрать время-то съездить. Покаяться, исповедоваться. Вы крещеная? Крещеная? В воде крещеная? Нет. О-о-о! Так а вы чем тогда отличаетесь от скотины-то ничем? Да. Как Давид говорит, как скот был я перед тобою, потому что не понимал ничего. Тут обиды нет никакой. Люди хитрые. Ян Затауз говорит, человек хитрый, как лиса, ядовитый, как змея, хищный, как лев. В одном человеке все это соединяется. Это зверинец целый. А когда человек верит, у него святы святут в душе. Он ищет, кому добро сделать. Да. И мы вот вас нашли, нам Бог повелел вам сказать это. Да. Спасибо. Вы запишите наш ресурс, как называется, и потом зайдете в Ютубе. Открытым оком во свете Библии. Запишите. Ладно. Вы забудете? Ладно. Ничего тут ладного нету. Открытым оком, открытым глазом во свете Библии. Там много вопросов. Вы можете по скайпу зайти, побеседуем. Своей душой-то идет. Дорожительство, одна душа. Сатана обольстил людей. Ничего не будет. Как не будет? Когда суд Божий уже перед глазами. Не сегодня, а завтра взорвут земной шар, все сгорит. Поведуем Слово Божие о Христе. О том, что Христос умер за нас по Писанию. Воскрес и грядет судить этот мир. Вы это знаете? Ну, я догадывался. Ну, правильно. А у вас Евангелие в доме есть? Нет. Вы запишите наш ресурс, и там все найдете. YouTube. Называется «Открытым оком во свете Библии». Не пожалеете. Открытым оком, око, глаз. Во свете Библии. На нашем YouTube там 13700 роликов. Если вы это зарядите на сайт, выйдите на сайт. Там я отвечаю на 4124 вопроса. В университетах, где вы там найдете себя. 55 папок. О Боге, о душе, о мусульманах, о русских. Ну, 55 позиций разных. В любую папку зайдете. Посмотрю. Посмотрю. Спасибо. Всего хорошего. Вы Библию достаньте, в храм сходите. Потому что умирать-то будем, а неверующий в ад пойдет. Зачем вам рисковать так? Примиритесь с Богом. Скажи, Господи, я верю, ты за меня умер. Прости меня. И новая жизнь начнется. Крещение принять надо. Хорошо. Богу слава. Спасибо. Храни вас Господь. Православное. Проповедуем Христа распятого и воскресшего. Вы его знаете? Хорошо. И пророк... Амос говорит, 8 глава, 11 стих. Юноши и девушки будут истоевать от жажды. Слышание Слова Божия. Правда. Так что проповедуем Христа. Евангелие Божие. Понял. Вы в храм-то ходите, нет? Нет. А почему? Ну, я ходил несколько раз. Раза два-три, наверное, в своей жизни. А у вас в доме Евангелия есть? Библия там? Нету, нету. Я... Нет. Нету. Так вы не курите, пока мы разговариваем? У нас не положено разговаривать, когда курят. Вам зачем это? 12 лет жизни отнимаются, рак легких грозит. Я знаю. Я знаю. 9 лет, а не 12. Ну, при нашей обстановке-то сегодня 12 мало. Да? Ну, может быть. Согласен. Рассказывайте. У человека жизнь, цель жизни одна – спасти душу свою. Жить по заповедям Божьим, покаяться, принять Христа. А зачем он тогда рождается? Для чего? Для того, чтобы приобрести вечность. За гробом начинается вечная прекращающаяся жизнь. А без Божьих, как могила, ничего нету. Твори, выдумывай, пробуй. Как Маяковский писал. А что тогда? Что тогда жизнь? Жизнь – это Христос. Жить в Боге. Я понял. Так. Что значит каждого человека? Нас 6 миллионов на земле. Что значит жизнь каждого человека? 6 миллионов на земле. Нас на земле сегодня 7,5 миллионов. Миллиардов. Миллиардов. Миллиардов-то. И мы людей призываем к покаянию. По обещанию, которое дал Христос. Что он явится второй раз судить мир. И все мертвые воскреснут. Нетленными. Грешники. А когда будет это? Вот этот вопрос единственный, на который Господь говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Даже ангелы не знают. Но судя по событиям, которые предсказаны, где-то совсем рядом уже. А вам не кажется, что мы сами себя уничтожим? Ну, так оно и есть. Ну. Так и есть. Мы сами себя уничтожим. Конечно. Почему? Потому что неверующие. А? Неверующие потому что. Неверующие. А верующие разве будет это делать? Ну, я не скажу, что прям верующие. Но мне кажется, человек должен хотя бы любить ближнего своего. Человека. А это невозможно. Почему? А без Бога. Потому что в ближнем вы найдете отрицательные качества. Своё собственное отражение. Но его будете долбить за это. Да? Да. Так человек устроен. Ну, может быть. И когда его обличают, тот говорит, ну, сказал неправду. Или правду. Ну, когда больше человек, когда правду говорят, тогда он начинает ещё больше злиться. Да. Да. За правду, да. За правду, да. Ну, вот так. А Господь сказал, покайтесь. И впредь, прежнему, не возвращайся, как пёс на блевотину. Я вас спас. Живите свято по моим заповедям. Первая заповедь. Это люби Господа Бога всем умом, всей крепостью, всей душою, всем разумением. А вторая заповедь, подобная ей. Люби ближнего, как самого себя. Ну, мне кажется, не обязательно ты должен Бога прям вот так любить. Ты должен в Него верить, что Он есть. Хотя бы. Нет, любить. Любить. Хотя бы, хотя бы. Он отдал за нас Сына Единородного Христа. Он умер на кресте. А мы начинаем проценты вычислять. Всем умом. А как вы думаете, что Бог создал мир за три дня? Это правда? Не за три дня, а за шесть. Зачем уменьшаете-то? Ну, я думал, что Он... Да думать-то не надо. Вот смотрите. Да, я вижу. Вот. Вы книгу-то просчитаете эту, и у вас в голове будет прояснение. Вы понимаете, я думаю, что не у каждого человека, но в основном у каждого человека в голове свой Бог, наверное, есть. Ну, у более-менее разумного человека в голове есть свой Бог. Ну, какой Бог? Прихоти, прихоти, прихоти. Вот у меня есть свой Бог. У меня есть свой Бог. У меня не обязательно ходить в церковь. Ну, да. Не обязательно туда. Я просто... Я люблю людей, которые меня окружают. Люблю людей, которые меня окружают. И мне этого достаточно. И поступки я совершаю. Ну, хотя бы я стараюсь совершать правильные. И этого достаточно. В нашем мире несовершенном, несовершенном мире. Вы его делаете совершенным. Вы делаете. Прямо написано, говорит, Бог их чрево, слава их сраме, а не мысль это земном. Бог чрево. Налопаться, напиться, накуриться. Вот и весь Бог. Библия говорит, это на все вопросы отвечает. Первый стих, который мне запомнился, я в 23 года пришел. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Господь сказал, говорит, Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала. И нет в нем истины. Ибо он лжец, и отец лжи. Всякая нежа. У нас во лжи все потонуло. И статистика, и милиция, и везде одна ложь идет. Люди живут под дьявольским законом. Поэтому столько неуряди, столько гибели, столько взрывов. Я с вами согласен, да. Я с вами согласен. Это 100% я согласен. Но все равно, мне кажется, вот как бы оно ни было, вот лично я за себя скажу. У меня Бог в моей душе. Какой я знаю Бога этого. Это мое родное. Вот оно. Ваш Бог курит или нет? Зачем вы его травите своего Бога табаком, если он в вас? Я душу свою травлю. Нет, я не душу травлю, я тело свое травлю. Так это храм Божий. Тело храм. Храм. Не Череповецкий комбинат. Да, я может быть, да, я немножко уничтожаю храм своей души. Да. Это бравада кончится, когда вы узнаете, что у вас неизвечимая болезнь. Рак легких. Вам зачем? А почему пороки у человека? У нас есть алкоголизм, там много-много пороков человека. А у нас нету, ни одного порока этого нету. Бог нас любит. У меня не настолько, понимаете, курева, это не настолько страшный грех, как в этом мире есть. Вот смотришь на этот мир, есть убийцы, твари. Я вот там взял этих всех людей, взял бы вот так вот, вывез на остров нахуй, на отдельный. И всех бы их, вот честно, на душу бы взял грех. Я бы взял и всех расстрелял. Который педофилы, убийцы, вот всех бы их расстрелял. Понимаете? Такой фильм есть. А почему так? А почему так? Почему люди вот такие есть в этом мире? Потому что отдались сатане. Для Бога не хотят. Да потому, что не верят. Это когда Солженицыну Нобелевскую премию присваили, он говорит, отгонение там, архипелагулок, это все от того, что люди забыли Бога, отсюда все. Я, говорит, в детстве слышал это. Раз Бога нет, Бога нет, все позволено. Если Бога нет, все позволено. А когда Бог есть, тогда ты на стороже. Я с вами согласен. Я с вами согласен. Но Бог должен быть у каждого человека в душе. Не обязательно он должен идти, верить, в церковь каждый день, через день ходить, свечки ставить, я не знаю даже этих ритуалов. У меня есть Бог мой в душе. Но вы ему молитесь? Он мне не позволяет делать ни лжи, ни убийства, ничего. Я живу по правилам своего Бога, который у меня в голове есть. Да, сами себе. Это самое ненадежное, самое ненадежное, что вы говорите. И вот одна корреспондентка пришла в тюрьме, познакомилась там и говорит, а вы можете назвать мне самого преступника большого? Я, говорит, у него интервью возьму. Но никто не ожидал, что будет. А кто, говорит, да вот, говорит, я, говорит, убил, говорит, мать свою, говорит, и сестру зарезал. Но она с ним встретилась, стала говорить, а почему вы ко мне пришли? Мне сказали, вы самый большой преступник. Я? Так я просто убил. А он у меня рядом сидит. Он изнасиловал мать и сестру, а потом убил. Она стала с ним беседовать. Нет, это не я. И она не могла найти. А вы глаза этих людей видели? Вот я смотрю иногда документальные фильмы. Я сидел с ними. Я иногда смотрю документальные фильмы, где убийцы, маньяки. Вы их глаза видели? Так, послушайте. Глаза, самые страшные глаза, которые я когда-либо в жизни видел. И я иногда встречаю на улице людей с такими же пустыми глазами, понимаете? А почему такие люди рождаются? Они не то, что там, они в Бога не верят, не верят. Они просто рождаются такими больными. Вот. А почему они такими рождаются? Вопрос. Совершенно неправильно. И дело здесь не в Боге, понимаете? Вы вопрос задаете, я начинаю говорить, вы перебиваете. Я пять раз пытаюсь ответить. Вы новый вопрос. То есть вы не нуждаетесь ответами. Вы спросили меня, знаете ли я где? Знаю. Я пять тюрем прошел и лагерь смерти. За веру. А вы со мной говорите, как с мальчишкой. Сказал, и вы видите, на моих глазах убивали и терзали. Я своими глазами видел. А ко мне пальцем не притронулись ни один. А почему? Я шел арестованный по санкции МГБ. И там знак был не трогать. И что-то с вами так рассталось. А вы какого года рождения? Тридцать девятый. Ох, нифига себе. Меня в морозилке держали. У меня все руки выкручены, весь. Я ни на кого... Ребенок Второй мировой войны, получается, да? Я Бога славлю, прославляю. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятное для меня. Понимаете, вы иногда... Вы просто как бы говорите, понимаете, вот как по Библии. Для меня немножко это непонятно. Иногда, мне кажется, надо трактовать более понятно для людей. Тогда послушайте. Мы сидим в камере. Наша камера называлась камера академиков. Один директор рыбокомбината... Вы не перебивайте сейчас, пожалуйста. А второй преподаватель, второй группы космонавтов сидел, Лозин Анатолий Максимович. Я начинаю и говорю, да на это бумага все терпится со своей Библии. В следующий день я опять отпечатаю. А на третий день у них между собой началось что-то, и не решали, а что у вас там в Библии написано. Вот и все. Теперь они уже поверили. Каждое слово, оно впечатано. Оно взято для меня. Вы Библию не считали, ничего еще не знаете. Вот вы если считали, у Рермонтов есть стихотворение Цири. В школе изучают. А эпиграф какой взятый? Меня вызывает, я много, пять университетов знаю, преподавал. Школы, воинские части, все милиции, везде моя работа была. Какое интересное место, честно. В Барнауле. В Барнауле, город Барнаул. Вы зайдите на наши ресурсы. Открытым оком во свете Библии запишите. Это ютуб канал наш. Открытым оком во свете Библии. Вот смотрите. Я смотрел вот вторую мировую войну, помните? Вы же, наверное, как бы дядя второй мировой войны. Вторую мировую войну, помните? Что же я помню? Там мне было, когда война закончилась, мне было шесть лет. Я вот недавно смотрел документальный фильм. И там нацистские преступники, которые, ну, в лагерях, прям людей, издевались палками, забивали. И когда Германия проиграла, они все убежали в Канаду, либо в Америку. И так очень много этих людей, которые прожили свою жизнь до 92-93 года со времен Второй мировой войны. И они закончили свою жизнь в постели, в богатстве, были бизнесменами и так далее. Почему? И вы говорите, что вот Бог есть. Почему эти люди, которые палками людей забивали насмерть? Вот вы повторяете, вы повторяете. Вы в постелях хорошими деньгами. Почему? Вы три раза уже говорите, почему? Я пытаюсь говорить, вы меня забиваете. Опять, почему? Я пытаюсь говорить, вы собеседник никакой. Написано, глуп, глуп, кто... Вы выслушаете ответ. Я объяснять пытаюсь, вы не даете сказать. Вы не мыслите объективно, у вас нет ответов на мои вопросы. Так вы не даете говорить, конечно. Эйхмана кто выкрал? В своих постелях? Эйхмана. Кто такой Эйхман? А вот теперь кто такой? Знать надо больше. Его увезли в Израиль, судили, казнили. Начальник Освенцима, Майданок. И ищут их таких преступств, специально охотятся по сегодняшний день буквально. Он не только один. Да не один. Один. Они показывают... Эйхмана, сейчас я скажу. Да вы зарядите только, посмотрите. Специальная команда от Израиля ходили, ездили везде. Бразилия. Ладно, ладно, я с вами согласен. А почему из них, практически говоря, процентов 70 избежали этого суда? Вот это, да? Вот это, вот, вот, вот. Так, повторите, пожалуйста. Почему из них где-то 60-70 процентов избежали этого суда? Избежали? Да, почему преступники избежали 60-70 процентов этого суда? Немецкие именно. Ну, понимаете, причины разные. Допустим, Вернер фон Браун, он своими ракетами Фау-2 разносил Лондон, а он нужен американцам, он помог как раз в космическую программу. Потому что они его забрали к себе. Они его к себе забрали. Им выгодно было. Выгодно было. И они условия создали. Абсолютно правильно. Вот поэтому. Вы скажите, почему в Советском Союзе, которые в Авилово расстреляли, другие, почему эти палачи все живые никого не казнят? Я не хочу казнить, но они пенсию получают большую. 100 миллионов людей уничтожено. Да Гитлер это мальчишка маленький против советских коммунистов. Что нам туда рот-то разевать-то? Мы здесь... Извините, вы не равняете нацизм и коммунизм. Торавнять их нельзя. Коммунисты еще раз опаснее. Гитлер своих не трогал. У него дворяне оставались, князья. Тут все, целые классы вырезали. А кто был? А кто был? А кому предъявлять? Сталин, он был кто? Сталин, он был грузином. Сталин был грузином. Сталин был грузином. Он бандит. Он грабил банки. Он руководил нашей страной. Потом были, блядь, украинцы. Кто? Грузко. А кто русский был? Мы говорим, что это без Бога. Слушайте. Это без Бога так. Мы не желаем... Мы ничего не желаем. Я согласен без Бога. Без Бога, я согласен. Да. О суде Божьем надо сказать. Суд Божий после смерти каждого ждет. Он никуда не ушел. Я согласен. Я согласен. Суд Божий ждет каждого. Вот. И поэтому... Главное, чтобы по делам его суд был. Понимаете? Да, да, да. Вот вы говорите, я никого не убил. Там, жене не изменял. Но у Бога другие стандарты. Я не изменял. Ладно, у меня грешок. У Бога как, говорит? Ненавидящий брат, а есть человек-убийца. Посмотревший на женщину с вожделением, есть прелюбодей. У Бога другая шкала. Ты никого пальцем не трогал. Но ты грешник по уши. Почему? Да Бог так говорит. Это не я, говорит. Это Евангелие написано. Почему? Он не расслышал вас. В Библии написано, ненавидь врага. А в Новом Завете написано, люби врага. Ненавидящий брата, а есть человек-убийца. Ненавидит. Просто сидит под одеялом. Ваши слова-то до Бога бы, знаете. Да дошли до Бога. Ваши слова-то до Бога бы. Если бы еще и весь мир так думал, как вы. Знаете что? Если бы Бог не слышал, мы бы с вами не встретились. Мое прелюбодеяние, это знаете, это цветочки по сравнению с тем, что творится в этом мире. Правильно. Страшно. Конечно. Когда детей, блядь, какая-то тварь может схватить ребенка, куда-нибудь вытащить в лес нахуй, его насиловать. Вы зачем ругаетесь? Зачем ругаетесь? Я бы эту тварь взял бы, блядь, и вот отрезал бы. Вы не ругаетесь, не материтесь. Не материтесь. А что вы говорите? Да потому что, ну как? Вы сейчас говорили... Этот мир, он не идеальный. Этот мир не идеальный. Понимаете? Вы говорите от Бога. А посмотри влево, посмотри право. Ты ужаснешься, насколько это все страшно. Вы сейчас говорили и матерились. Матерки у вас. Зачем материтесь? Когда я был ребенком, когда я был маленьким ребенком, мне говорили, что все хорошо. Я маленький был, да, я ребенок был. Я не понимал, какой этот мир в действительности. Но когда я вырос, я гнулся налево и направо и посмотри, я в ужасе был. Интересно. Насколько наш мир не идеален, понимаете? Вы это уже десятый раз говорите. Идеален, идеален. Не идеален. Не идеален. А какой он идеален, когда это от нас зависит? Я вам говорю сейчас, вы говорите и материтесь. Зачем вы матерки сюда нам посылаете? Потому что в русском языке 5000 матершинных слов. За каждое слово человек даст ответ в день суда, написано. Хорошо, я скажу. За каждое матершинное слово, перед Богом, я скажу, блядь, не смог. Это только здесь сегодня мы... Господи, прости меня, но не смог. Ну что это делать? Ну не смог удержаться. Ну ладно. Вы заходите на наш ресурс, там найдете ответы. Если нужно, в скайпе встретимся. Всего хорошего вам. До свидания. С Богом. До свидания. С Богом. Так, все.